На прошлой неделе мы начали разбирать чемоданы в квартире поэта Анны Бобровской. То и дело она удивляет публику новыми проектами и своей внешностью. И, наверное, только сейчас, занимаясь уроками со своей дочкой, начинает понимать, как непросто в свое время приходилось ее родителям. Она отвлекается, и мне кажется, что прописи писать – это очень творческая история. Это не про то, что нужно красиво, одинаково, все буквы. Это надо красиво, чтобы они на небо уходили, потому что ей кажется, что такой орнамент красивый. Интересно, знает ли Маша, сколько у них с мамой общего? Я до бесконечности запиралась в ванной, брала карандаш и списывала все борта, вокруг меня находящиеся. Потом еще половину водой стирала, потом я с тетрадкой прибегала, переписывала. Вот такое у меня было там место, где никого не было, а я была. Там рождалась. Жаль, тетрадь с сочинениями по глупости потерял одноклассник. Это мог быть главный экспонат ее коллекции «Вещи из детства». Будешь прятать под брови мысли, запираться на все засовы. Мы теперь почти незнакомы. Это странное слово. Мы. Мне все время хотелось пережить войну. И я к ней готовилась. Я, в общем, в спичечные коробки засыпала соль, сахар, макароны, крупы. Мне казалось, что если вот сейчас будет война, а у меня все есть, я всех спасу, я пойду на фронт. И, в общем, мне вот прям хотелось пережить это. Я представляла, как я буду катать свечи. Но, как ни странно, поэзия о войне вовсе не ее тема. Пожалуй, только одно стихотворение и есть, причем вся боль и глубина выражена в монотонном скрипе. Так стунет на ветру одинокая калитка или детская карусель. И меня всегда восхищали истории о людях, которые были способны спасать, протягивать руку, приходить на помощь, быть друзьями, на последнее, за последнее. В общем, честность, чистота, душа. Вот это вот для меня самые большие столпы, которые вообще есть в человеке. И мне обидно, что сейчас время такое, что мы что-то потерялись как-то. Смысл в том, что рука в наколках держит не хуже, а под кожаной курткой бьется такое же ранимое сердце. И она не будет ничего объяснять тем, кто привык судить по одежке. Моя эпатажная нотка как бы всех соблазняла. Поэтому вниманием я никогда не была обделена. Но обо мне всегда ходили слухи. Очень много, всяких разных. Первое время я очень сильно переживала. Когда-то даже в классе бунтарская молодежь приняла ее не сразу. Девочку с собственным мнением долго считали персоной Монграда. И меня как-то встречает директор и говорит такая, так, Бобровская, это что? На голову мне. Я говорю, ну, волосы. Она говорит, чтобы завтра этого не было. Синие волосы, как ты их уберешь? Я говорю, тогда я завтра приду лысая. Пожалуй, впервые наличие таланта у Ани Бобровской официально признали на сцене КВН. И школа меня как бы... Мне сказали такую фразу, ну, наконец-то мы открыли в тебе талант. Что значит, вы открыли во мне талант? Во-первых, вы его не видели все это время, даже игнорировали, как бы не давая мне творчески раскрываться. А теперь, благодаря заслугам, там, моим данным, людям, которые со мной работали, которые писали эти сценарии, вы теперь молодцы, открыли во мне талант. Что вы сделали? Открыли глаза, наконец? Ну, я поздравляю. Грустно, когда с приходом успеха как-то подозрительно больше становятся друзей и соратников. Большинство тех, кто сегодня смакует имя поэта Бобровской и расфасовывает ее творчество на ямбой хории, ничего не знают о ней самой. Когда-то даже друзья откровенно говорили, что плохой из нее рэпер без широких штанов. А ведь именно она организовывала известный фестиваль «Крэйзи Хаус» и собирала самую яркую публику. Все это мы делали, как сумасшедший дом такой. Я уже начинала выпускать и значки, и наклейки, и призы. Сейчас смотрю, мне смешно, думаю, елки-палки, чего на мне только не было. Но для того времени это нормально вполне. И, увы, нормально вешать ярлыки. Очередной злой язык не позволил ей понять все прелести работы за кадром. Когда-то, собрав в кулак всю свою смелость и дипломы, Анна отправилась поступать на журфак. Я, видимо, с первого взгляда так не понравилась человеку в приемной комиссии. Он мне просто сказал, Бобровская, на следующий экзамен можешь не приходить. Мне говорят, плевать, что ты там напишешь, но тебя здесь не будет. А по моей самооценке это так. Я вообще пришла домой, говорю, я не пойду туда. Пережив свое душевное потрясение, Анна твердо решила научить тому же других. Дотошно изучала все методы и способы психологической помощи людям. А когда поняла, что ее вуз еще не открыл отделение для поступления в магистратуру, просто спустилась на этаж ниже и сходу прошла переквалификацию. Смесь получилась и правда ядерная. Управленец, который умеет успокоить. Все мои близкие, кто меня знает, знают, что никогда от меня ждать звездочки, короны, макушки, игрушки. Некоторые так считают, потому что они хотят так считать. Вот они видят, не знаю, фотографии в моем профиле. Я в Москве, я на чтениях, я в Казани. И людей почему-то разбирает какая-то злость. Они не гордятся тобой, не радуются твоим достижениям, а наоборот. Вон что, и тут, а тут. Кто-нибудь знает, чем это дается? Даже красивый цветок, который можно сорвать с грядки, требует недели ухода. Стихи, пожалуй, одна из самых тонких и капризных материй. Мне иногда, чтобы строчку написать, нужно, не знаю, пять часов в точку смотреть. Вот просто сидеть и смотреть, пока это точно не будет то, что я хочу сказать. Сегодня мало собраться вместе, чтобы насладиться поэзией. Современным поэтам, как музыкантам, приходится тщательно продумывать каждую партию, чтобы задержать внимание слушателя. Недавно в Москве стартовал любопытный провокационный проект «Обнаженная поэзия». Посыл не в том, что на тебе нет одежды. Обнаженность души поэта в каждом стихотворении. Ты рассказываешь правду, ты рассказываешь о себе, самые сокровенные вещи, самые глубокие вещи. И люди, которые чувствуют, у которых аппарат глубокий, который воспринимает не поверхность, а умеет читать между строк. А нам нравится Есенин за что? В принципе, за то, что где-то внутри нас живет тоже такой же бунтарь, который хотел бы быть пьяным Есениным, гулять до утра, плакать, потом кого-нибудь бить, потом кого-то опять безответно или ответно любить, любить три дня, разлюбить, потом любить на всю жизнь. В конце интервью она признается, несмотря ни на что, поэт Бобровская не самый уверенный в себе человек. И часто ей просто необходимы помощь и понимание, чтобы работать дальше. Сейчас она готовит один из самых сложных проектов, который называется «Мой милый мальчик». Сложный потому, что мы забыли, как выглядят стихи на открытках, и разучились читать фразы длиннее статусов ВКонтакте. Я надеюсь, что однажды я буду писателем, который будет писать, за это будет получать деньги и будет заниматься исключительно любимым делом, и делом, которое на самом деле не только меня касается. Хочу жить одна, в далекой глуши, писать книги и забивать трубки, смотреть подолгу в свое окно, пока палец не начнет прожигать окурки. Шапку летную, галифе, кресло-качалку, пить глинтвейн и иногда горевать о прошлом. Гладить огромного, грустного пса и быть на него бесконечно похожей. Конечно, горько, что нет у нас такой профессии поэт, что люди искусства вынуждены работать в три смены, чтобы выпустить свои сборники стихов. Но главное не остаться один на один с рифмой, чтобы чувство дома, так воспетое поэтами всех времен, существовало в реальности. Редко кто может сказать, что их близкие люди настолько близкие, чтобы понимали, принимали, были с тобой везде, во всем и до конца. Мне кажется, папе ничего не может быть страшного, потому что за его спиной всегда есть мама, так же, как и папа, есть у меня, есть у моей мамы, мы все дружны. У папы сейчас другая семья, и мы тоже дружим. И там у меня три сестры. Майя, Тея, Аглая, и я вот самая старшая, Анна, во главе всей этой компании. Взбалмошные, сумасшедшие, разные, главное, будьте, повторяет она как заклинание. В доме должно быть больше одного чемодана с воспоминаниями. Не нужно забывать, что мы просто играем со взрослыми, в игру мы взрослые. То есть, особенно с теми, кто вообще забыл, что он ребенок. Как же все-таки приятно встретить человека, который одним своим образом жизни напоминает, что варенье прямо из банки вкуснее, а на стареньком сундуке спится слаще. И почему-то хочется пожелать Анне, чтобы ее душевные раны, присущие поэтам, легко лечились обычным подорожником. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok